В том, что Стив Джобс изобрел айфон и заказал белорусским программистам на дочернем предприятии какую-то аппликацию. Кого надо благодарить за это? Не Стива Джобса. Не этих программистов. Лукашенко надо благодарить. Поблагодарите его, друзья. Он отец IT-отрасли. Ну так бывает. За это и поплатились. Оказывается, что и такие дети могут воевать против родителей. Такие дети, отвратительные дети, айтишники воевать против родителей. Вот он родитель. Родитель. Родил IT. А IT стала воевать против него. Ну и он и Зеленского родил. И Зеленский тоже, видите, воюет против него. Как сын. Все как дети. И все воюют против отца. Даже не знаю. Какая-то драма. Просто основа для хорошей пьесы. Сын против отца. Им хорошо платят. То есть наши люди, это тоже откровенно надо признать, работающие в партии высоких технологий, получая приличные доходы, заработную плату по сравнению с средней зарплатой Беларуси. Да, а почему они получают хорошую зарплату? Потому что из Америки им платят эти деньги. Вот те зарплаты, которые платятся из Беларуси, они действительно мизерные. Тут это правда. И отражают как бы уровень развития белорусской экономики. А те зарплаты, которые платятся из Америки, они гораздо выше. И отражают уровень американской экономики, а не белорусской. Той самой американской экономики, которую некоторые зачем-то критикуют. Поэтому они и получают зарплаты. Но, естественно, отец считает, что это он платит зарплаты. Что не американцы платят зарплаты, это он платит им повышенные зарплаты. А они вот так себя ведут. Он из своего кармана, можно сказать, отдает эти огромные зарплаты. А они, свиньи, подонки, мерзавцы, негодяи, ведут себя отвратительно. Мы предпочли большие деньги и выполняли команды заграничных своих хозяев. Выполняли команды хозяев. Может, я в чем-то ошибаюсь, но, наверное, только в деталях. Мы анализировали эту ситуацию. Хозяев выполняли команды. Ситуацию с этих позиций. И пришли к такому выводу. Поэтому скидку надо делать на то, что все-таки ими управляли. А поскольку это молодые в основном люди. Ну, молодые они ж тупые, да. Да, вообще тупьё. Зарабатывают много. На весь мир работают. Этих специалистов во всем мире ценят, но они тупые. Да и руководство парка высоких технологий спустя рукава там работали, не знали своих людей и не противодействовали вовремя. Не противодействовали вовремя. Не расстреливали там. Вот сейчас. Вот КГБ противодействует. Зельцер, он как... ...тенденциям негативным. Мы получили то, что получили. Вообще, я так понимаю, нет такой сферы, где бы эту тенденцию, то есть абсолютное неприятие нынешней власти, они бы не получили. Я вот не знаю. Ну, кроме правоохранительных органов, конечно, там своя жизнь. Но во всех гражданских сферах, я не знаю такой сферы, где бы поддерживали Лукашенко. Ну, не знаю просто. Но я думаю, что отказываться от работы парка высоких технологий, не поддерживать его, было бы с нашей точки зрения неправильно. Почему? Это же ужасные люди. Хоть уже я часто об этом говорю, мы имеем, благодаря в том числе и работе парка, на каждом предприятии свой парк высоких технологий. Начиная от Академии наук там и заканчивая МАЗом, БелАЗом и другими предприятиями. Ясно... МАЗ, БелАЗ, свой парк технологий. Я тоже не поверил, что на каждом предприятии у нас есть очень сильные айтишники, которые не просто на заокеанского дядю работают, а создают, конечно, и продукты. Или как-то мы боролись за какую-то продуктовую компанию и прочее. За продуктовые компании боролись. Создают глазированные сырки нового айти уровня. Они, пожалуйста, они созданы. Наверное, вот сейчас вынесет белорусский телефон знаменитый. Белорусский ноутбук уже вынесли. Невероятное достижение белорусского айти сектора. Когда мы проверили, ну, к примеру, БелАЗ, а там целый корпус четырехэтажный или пятиэтажный, сидят ребята, которые работают на БелАЗ. На программное обеспечение создают и готовый продукт там создают. То есть парк высоких технологий сыграл здесь, я считаю, очень важную роль. Потом, благодаря парку, мы подтолкнули и образование в этом направлении. Меня уже беспокойство... Ну, образование подтолкнули, потому что люди хотят хорошую зарплату. Идут туда учиться, где они могут получить знания, которые им дадут эту американскую хорошую зарплату. Называет то, что у нас, наверное, чрезмерный перекос айти этой сферы и подготовки. Перекос айти сферы. Давайте это в... Пусть идут в агрономы. Вот тогда будет хорошо в стране. Правильно. ...поготовки специалистов в этом плане. Но ничего, это вопрос регулируемый. Не будет спроса, не будет и подготовки. А раз есть спрос, значит, готовятся люди. Молодые люди хотят работать айтишниками. Поэтому с какой стороны не посмотрят. Конечно, хотят, потому что это шанс уехать. Уехать из этого, так сказать, бульбарая. Все-таки парк высоких технологий, это такая фишка нашей независимости молодого государства, он должен существовать. Фишка. Фишка. Независимость. Молодого государства. Фишка молодого государства. Он должен работать. Какая ситуация там складывается. Вот я хотел бы объективно услышать эту информацию. Объективно валят люди и валят компании. Вот последний тут казахский единственный был IT-гигант в этом парке. Ушел. Все. Уезжают. Вместо Макдональдса вкусно и точка. Вместо Эпла будет яблок. В апреле подписан указ 136-й об органе управления в сфере информатизации. Парку поручалось создать базу данных. Компетенции резидентов и определить порядок их привлечения к процессам цифровизации отраслей экономики. Правильно? Поручить, наказать, построить. Вот прямо айтишники это обожают, когда им такое спускают сверху. Чиновники обожают. Наверное прибегут сейчас. Вот какие результаты. Надо обсудить нам результаты данной работы. У нас существует наблюдательный совет, так? В партии высоких технологий. Как он работает? Насколько мы контролируем ситуацию ПВТ? Обведите туда побольше КГБшников и все, будете контролировать. Там и так их полно. Сделайте наблюдательный совет из КГБ. Парку это очень понравится. Дальше будем работать. Вы же понимаете, что я, как человек, отвечающий за безопасность нашего государства и стабильность функционирования нашего общества, не могу допустить, чтобы у нас еще раз пошла волна от айтишников, ИПшников и так далее. Пошла волна. То есть не могу допустить, чтобы люди выбирали своего президента. Вы поймите, это дестабилизирует общество. Вообще смена власти дестабилизирует общество. Посмотрите, какое нестабильное общество в Европе, в Великобритании. Какая сплошная дестабилизация в Ирландии, в Швейцарии. Там вообще президент всего один год. Ну, одна дестабилизация в этой Швейцарии. Как они там живут, непонятно. Меняют президенты. В Америке меняются каждые 4 или 8 лет. Дестабилизация. Допустить нельзя, чтобы эти айтишники, ИПшники, эти люди культуры, искусства, эти отвратительные ученые, тупые академики дестабилизировали. Ну, ну, все стабильно. За стабильность. Еще раз хочу подчеркнуть, что, я это не скрываю, благодаря президенту появились такие отрасли в нашей экономике. Благодаря президенту, я это не скрываю, главное. Благодаря президенту появились отрасли в экономике. То есть, если бы не президент, во всем мире было бы айти, а у нас бы тяпками еще брюкву растили, понимаете? Это только благодаря ему. Телефон изобрели благодаря ему. Айти появилось благодаря ему. Программирование появилось благодаря ему. Языки программирования появились в мире благодаря ему. Ну, не надо это скрывать просто, действительно. В нашем обществе. Поэтому я за это и несу ответственность. Мы не должны видеть только положительные. Мы должны видеть и недостатки для того, чтобы вовремя реагировать. Ну, и функционирование парка в настоящих условиях. Я не ожидал. За три квартала, за девять месяцев этого года, вот я данные взял, экспорт парка приблизился к двум миллиардам долларов. Я этого не ожидал. Я думал, вы уже там разбежались по закоулкам планеты. И немного это меньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, это высокий уровень. Но это три квартала, а год четыре квартала. Посмотрим. Да, это высокий уровень. Опять же, именно потому, что американские дяди заказывают из-за дешевизны белорусским своим вот этим партнерам продукты. Так и есть. Это означает, что им очень это выгодно. Низкие зарплаты и легкая возможность получения продукта, который здесь бы стоил дороже. Все логично. Как вы сработаете в четвертом квартале. И что отрадно, что те, кто рванули за пределы страны после уведения санкций, я это все понимаю, они начали возвращаться. И очень многие вернулись обратно. Попробую. Все вернулись. Они очень хотят просто мобилизацию. По повестке сходить. Ну или чтобы их там на камерах видеонаблюдения узнали на протестах. Ну, хотят острых ощущений, поэтому возвращаются. Все логично. За границу на зуб. И поняли, что в стране, там где родился, там ты должен пригодиться. Это хорошее. Там тебя и посадят. Тенденции. Новые резиденты, знаю, регистрируются. Свои IT-продукты создают, осваивают новые рынки. Все утихомирится. Бизнес есть бизнес. Это война войной. Но бизнес свое место найдет. Война войной, но бизнес свое место найдет. Все правильно. Поэтому давайте вот обсудим проблемы, которые у нас есть. И меры реагирования, чтобы наше общество понимало, как мы все-таки дальше будем работать с ПВТ. И использовать его на пользу страны прежде всего. Настало время. Опыт есть. Хороший опыт. Надо все-таки этот парк поворачивать, чтобы он работал прежде всего на страну. А так он работал не на страну. Так эти айтишники, которые получали эти американские зарплаты, американские деньги, не тратили их стране. На кафе, рестораны, на покупку вещей и так далее. Нет, они... Не работал на страну, пора наконец начинать работать. Все верно. Он же придумал все. Сейчас заставить все работать на страну. Тоже правильно. Работал эффективно. Пожалуйста. Товарищ признанец, с позволениями я все-таки хочу подчеркнуть еще раз, о том, что фактически парк создан благодаря вам. Он так развился благодаря вам. И последний департ... И все технологии в мире созданы благодаря вам. И вы знаете, человечество благодарит вас за открытие мобильного телефона, интернета и, я так понимаю, радио тоже. И вот взрывной рост последние 5 лет фактически по экспорту парк высоких технологий соответствует экспорту калийных удобрений у нас. То есть это серьезный вклад в экспорт и серьезный вклад в сальдо, что для нас важно очень. И этот взрывной рост последние 5 лет, это спасибо вам. Спасибо вам. Это не спасибо этим тупым айтишникам, программистам, которые создавали эти все продукты и продавали их, и находили клиентов, и получали заказы. Нет, спасибо вам. Все правильно. Все верно. Помимо того, что это как бы новая экономика, которая создана вами была на молодой белорусской земле, они реально на... Создана новая экономика вами. Ну понятно, почему он держится в правительстве так долго. Умеет излагать. Работали компетенцию. Они реально значимая структура, которая способна выполнять любые задачи на мировом пространстве. Не только и не столько. В Беларуси хотя бы совершенно справедливо отметили, что они также являлись, ну не то что фундаментом, но по крайней мере драйвером, триггером того, что у нас соответствующие компетенции развивались в промышленности, в реальном секторе экономики. Драйвер, триггер, гений, придумал все. По-моему, ну все очевидно. Все очевидно. Стив Джобс там в могиле крутится, как пропеллер, потому что он-то думал, что это он сделал самый большой вклад в IT, индустрию в мире. Ошибся. Ошибся. Не он, не Билл Гейтс. Вот кто придумал эту экономику.